привет зритель я тут в артучке только что закончила уборку на кухне руки кремом не помазала а блин печаль какая где бы крем-то взять суть ролика короче что это если вам охота вы по мне соскучились я по вам тоже соскучилась я тут ролик на озон хотела за монтировать он у меня вчера уже прошел оптимизацию но вот это я сделаю исключение этот ролик сначала запишу потом смонтываю потом сразу выложу короче я уж думала никому такая тема нафиг не интересно но внезапно это кому-то еще надо вот раньше когда я только еще этот влоги снимала там эти теги были типа сколько там вопросов обо мне еще какая-то хинея и тому подобное но типа вопрос ответы вот тут внезапно по у сегодня вчера сегодня завтра но у меня вчера было очень долго до восьми утра случилась бессонница я лягу и уснула где-то в девять наверно в десять где-то проснулась а еще так как так валялась но суть такая же не не очень в курсе в какой день недели в пятницу или в субботу поступил первый вопрос ну как бы пустые баночки о чем спросить под пустыми баночками я все жду в каменты какой нибудь папа болят какой нибудь одухотворенной отсутствия мозга человечины но ну или там какой нибудь вопрос по теме или там какой нибудь восторг от какой нибудь средства которое обозреваю либо негатив но внезапно под пустые баночки мне задали аж три человека вопросы я понимаю сейчас в россии карантин только в россии много где чего то такое вот у меня приятель он бедненький балаклаве шастает уже месяц по магазинам когда ему приспичивать что-то там купить я даже его вот фоточку в фейсбучике видела короче говоря да да любителей побомбить я два дня голову не мыла сегодня как то не предполагала что мне ролик придется писать что мне так это ну что то меня так повеселили ваши вопросы короче я могу конечно прочитать и так как написано соблюдением всех ошибок но будем считать что возможно у кого-то русский язык совершенно не родной язык кому вообще интересно могут просто пройти под мой ролик пустые баночки марта двадцатого года я надеюсь что эти ребята оставят свои комментарии до конца но после допустим выхода ролика надеюсь они не удалят свои комментарии потому что я их специально не удаляю слушать это такие шедевры поэтому я буду говорить на общепринятом языке который как бы понимают все вначале я немножко как бы коверкала стебалась да я понимаю что может меня кто-то не понял ну я буду читать переделывая на свой язык это узнаете когда вы мне пишите комментарии я читаю каменты ну кто меня давно смотрит тут уже в курсе я понимаю что не все читают допустим информацию о канале когда приходит на канал к блогеру это мне интересно но есть такие кому это невдомек что можно такое прочитать как верхняя вечно верхний пост который как бы априори все читают если его кто-то не читал и пришел что такое спросить то можно послать туда да я послать не буду туда я буду отвечать на каменты на вопросики есть адекватные вопросики есть наверное тоже очень адекватные я долго думала над одним вопросом потому что некоторые вопросы такие я в таких ситуациях не была но как я заметила те кто меня смотрит они обычно вот большая часть вопросов которые мне задают или запросы это то что мучает изначально этих людей вот там была девочка которая задавала вопрос как вот пережить смерть близкого человека там действительно была вот такая проблема нужная ну а тут вот вопросы я начну наверное с первого который вот мне задали 19 часов назад сделай вопрос ответ таня с к спасибо это не сказали вопросы ответы так мои вопросы сколько тебе лет мне 36 лет слушать я тут сидела думаю хрена себе мне 36 лет после того как я еще сэлфяшку сделала в инстаграм и и скинула вконтактик скинула человеку в телеграм скинула в общем мне 36 лет можете посчитать месяцы и дни ну допустим 14 февраля 1984 год вот минус сегодняшний год немножко в математику поиграйте сколько ты снимаешь на ю тубе в конце 2008 года я зарегистрировалась на ю тубе выложила какой-то там ролик который вообще как бы снимался не для ю туба и давно ну за два года до регистрации на ю тубе вообще как бы гуглили как то так так что можно сказать что я уже 12 лет снимаю для ю туба офиц формально но официально я снимаю специального для ю туба середины с 22 июня 2015 года так что 16 17 18 19 практически четыре с половиной года я снимаю для ю туба спасибо тебе то не искал за вопросом так значит сделай его так это последнее тут но не как бы я думаю одинаково у меня просто этот камен тора доры там ник такой вот я смотрел это не мошкарное аниме но мне очень бесило главная героиня мальчик мне нравился гг а вот гг девочка не люблю от сундеры короче ой да я показал язык может кого-то это задело за живое или типа того в общем камен тора доры пошел на рассмотрение потому что ю туб там увидел матюгальное слово собака женского пола но как бы не всегда муцигальное но такое литературная русская но уж как есть сделай вопрос ответ пожалуйста делаю я тебя люблю спасибо не могу сказать того же потому что я не знаю кто ты может быть я тебя увижу и меня вот физическое биохимическое прощение так что задай в общем видимо она задает вопрос мне я конечно обещала читать по-русски но некоторые слова вводят в такой слегка ступор в общем она видимо задает мне вопрос любите ли вы аниме я люблю аниме на чем в принципе написано вот как раз вечно верхнем посты куда обычно посылать людей дорогая тора дора сходи на youtube на мой канал в том месте где о канале написано там почитать там немного но по-русски внятно все я постаралась без особого сленга писать чтобы даже среднестатический русский человек который не в курсе что такое албанский сетевой язык или что-то в этом роде понял о чем я говорю ответила вот у нашей тора доры был только один вопрос пожалуйста существо собака женского пола я бы не поняла это вот и и она саму себя так называет или нет дальше анастасия у меня фамилию скрывает мое приложение но как бы длинные ники полностью не показывает ну а я на канал пока не заходила я компьютер сегодня не включала хотя вчера буквально вот смотрела между делом аниме досмотрела печать это слушайте такое шикарное аниме вот впервые мне попадается в аниме где гг вот ну допустим один гг девочка другой гг мальчик вот гг мальчик такая мразь вообще отвратная говоря современным языком меня все сколько там 24 серии бомбило мне так было жалко эту аяна такая девочка шикарная такой у нее двоюродный брат прям отврат прям в рифму короче сделай вопрос ответ ответ на мои вопросы отвечаю как часто ты ходишь на кладбище к своей маме вот первый раз мне такой задают вопрос относительно ютуба слушайте я не помню честно когда я последний раз была на кладбище у своей мамы вот у меня есть приятель который также считает а еще есть подруга которая также считает они никак православию не относятся в принципе так же как и я потому что почему-то так поняла что люди которые увлечены православием христианской веры они вот с этим как-то близко это им я считаю что если человек умер что к нему как бы ходи на кладбище не ходи он уже не реинкарнируется не возродь не возродится и тому подобное максимум я бы если допустим жила в японии я бы ходила на обон вот они раз в год у японии ходят почистить могилку поставить свечку пообщаться спокойно так что я может год назад было может два года назад было мне близкие родственники туда им подруга мамы еще там наверное друзья какие-нибудь мамы ходят к ней но меня как-то это не тянет не знаю наверное кто-то будет от этого бомбить писать в каменты что какая-то я там супер плохая но я считаю что если захочется мысленно пообщаться с духом умершего человека то можно это сделать и вне кладбища так дальше такой феерический вопрос я минут 15 думала потому что я вот с таким не сталкивалась поэтому я даже не знаю что ответить вопрос как пухнуть незаметно для окружающих может быть у меня в семье было какое-то феерическое такое супер вежливое отличное воспитание среди интеллигентов ну дети библиотекари учителей как бы это я даже не представляю потому что у меня такой как бы проблема никогда не возникало не знаю деточка что тебе посоветовать не возможно ты взрослая умудренная годами женщина извини что я тебя обозвала деточкой у меня раньше была такая фишка я называла ребенками знакомых друзей и того и другого пола даже если они меня были допустим старше очень дофига так состояла ли ты в насильственных психологические финансово или физических отношениях нет не состояло если ты в них состоишь то пожалуйста разойдись если ты в роли жертвы выступаешь а если ты в роли агрессора выступаешь ну я не знаю есть же садомазохисты мазохисты садисты им как-то вот от этого хорошо эти бдсмчики так что нет я посчитала что человек пишет как бы ломаным русским и наверное или у него чепятка или еще что-то спасибо вики во флудилке она мне объяснила что человек перешел с русского на кириллицу английского но я подумала что если человек не очень умеет русский язык но при этом пытается на кириллице английского говорить то наверное все таки лучше говорить по-русски чтобы другие люди поняли но не все ведь поймут об я думаю что тут должен быть твердый знак а не мягкий знак об мягкий знак юзерских отношениях на что мне тора дора после этой насти я вот думаю то ли это все три ну там две думаю то ли это две один и тот же человек то ли это просто коллективный такой разум сочувствую тогда людям с коллективным разумом один мозг на кучу людей люди посмотрите эту печать ветра вот последние серии там вообще жесть такая крутая была вот там такой конкретный коллективный разум был дура дура дорогая лучше быть глупой когда человек признает что он глупый он намного умнее чем тот кто его так называет невозможно знать все ну вот я сейчас обновлю возможно у меня еще какой нибудь там феерический вопрос был но феерических вопросов больше нет но знаете у меня был вопрос вконтакте тоже от подобного создания может быть другого создания ну радикально так настроенного короче как я отношусь к веганству меня конечно многие наверное знают что вот кто в инстаграм подписан просто вот ролики смотрят там возможно кокпеде лазают на моей страничке у меня есть какие то рецептики где отсутствует мясо отсутствует молоко отсутствует что то такое что вот ну прям веган 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 я не веган у меня в инстаграм написано что я как бы мясоед страдающий веганством я нормально отношусь к веганам я нормально отношусь вообще ко всем людям честно мне на ну если я сейчас скажу что мне на вас пофиг да это может кого то обидеть короче мне фиолетово что вы исповедуете там веганство невеганство все эти грани веганство у меня есть подруга которая не ест мясо но она при этом ест она любит короче паштетики вот эти мясные печеночные сосисочки и колбаску но мясо она не ест вот котлетку она не будет есть кусочек курочки или кусочек там другого мясика она не будет есть и в каком то плане я вот думала что это веганство но у меня есть друг который как бы мясо не ест но вот он ест яйца пирожки с яйцами куринами да там что то с молоком вот то что как бы обычные конкретные веганцы не едят потому что опять же спасибо века она мне разъяснила что вот она вот реально веган она не ест а там молоко яйца рыбу и жуть как она вообще живет короче мне как то ну я не знаю не холодно не жарко от веганства но если человек вдруг с агрессией начинает так на меня наезжать что я вот должна бросить есть мясо мне минимум раз в неделю его хотя бы надо есть иначе я вас то склеиваю или там чтобы я там ела только вот овощи ну без рыбы прожить без рыбы я могу в принципе прилично долго прожить могу вообще месяц про рыбу не вспоминать без молока и одно время пыталась как то отказаться от молока и я думала что яйца есть как то нельзя потому что они дохрена калорийные потом у меня другая подписчица тоже в лудилке переубедила в этом ну и как бы я поняла что яйца в принципе вкусно и не зря когда я склеиваю ласты мне варят яичко в смяточку и я его хомячиваю с черненьким хлебушком ну вот я на днях варила соевое молоко и вот знаете вполне приличные смузи на нем получается ну как бы я не знаю как я отношусь к веганству я наверное так же отношусь как к любому другому вероисповеданию ну нравится человеку пусть как бы хавает растения грыбы не нравится человеку мясо может быть не нравится не понравилось когда то приготовили и невкусно может быть по каким то религиозным или физическим соображениям нельзя это мясо человеку и прочая составляющая но возможно люди ждали отдельный ролик про вегетарианство просто я не представляю что мне как мне растянуть минут хотя бы на 30 эту телегу про вегетарианство поэтому я решил что вау мне тут задали вопрос ответ у меня сначала было два только вопроса ответа я написала на стене ютуба ну типа того что канал а может там еще у кого то вопросы ответы есть ну в смысле вопросы на эту тему на этот ролик ну думаю если не будет то скажу про веганство те два ролика там про минимализм и еще минимализация от бытовых отходов я запишу как нибудь такой один другой ну в общем один ролик двум темам посвященный смокбагом но про веганство я решила сейчас поговорить такс я не стала ничего в каментах отвечать вот я уже давно заметила что с такими лучше ну как бы банить ну за что тут банить удалять ну человек показал свой интеллект в каментах это шикарно теперь все увидят этот интеллект как-то девушки или мальчика короче человека с ником Тора Дора раньше кстати путала Тора Дора и Дура Рара Дура Рара я авашку одну не досмотрела она у меня что-то так в закладках висит я как бы вот бывает наверное у некоторых такое ощущение что знаете что аниме заканчивается там там когда сериал там фильм да книжка герой д д д и вот понимаете что это уже все это последняя часть последние серии вот откладывать на потом вот у меня такое ощущение с этой с дюр рарой Тора Дору я вообще спинка о товарищος смотрела который защищал ту ГГГ которая меня раздражает я даже долго думала что ему нравятся люди исключительно вот эти тюндеры так в рассмотренных больше нет комментов в спам тоже никто не попал в общем вот такие у меня были вопросы и ответы. Если у кого-то ещё есть какие-то вопросы, которые требуют моих ответов, но есть плейлист, по-моему, теги, вопросы, ещё плейлист мнения, если вы там не находите ролики, которые соответствовали бы вашим вопросам, то дайте знать в комменты. Если вас очень сильно бомбило от этого ролика, я, конечно, в полный рост тут не стала, у меня немножко заляпанный оказался фартучек, но я как бы его использую довольно часто. В тему русского языка, который сегодня использовался в комментах под роликом последних двух человеков, к моим пустым баночкам за март 20-го года этого года Зачем одевать трусы? Им что, холодно? Всем пока!